А далеко-далеко... Видите, какое красивое начало. Почему? Потому что это реальность становится. Всё, сказки закончились. Этого не может быть никогда. В Сочи не могут найти ни одного нормального абрикоса. Вот. Давайте смотреть. Север побеждает юг. Казань, это север по нашим меркам. Посмотрите. Вот его письмо. Вот его фотография. Я выбрал три самые красивые. Был бы художником, но не такой бы изобразил. И читаем его текст. Илья Зайцев. Казань. Здравствуйте. Вот и я дождался урожая Академика. Спасибо за косточку за Саженцев. Понятия не имею. А нет, может быть ниже будет. На фотографиях абрикос Академик. Заказывал Саженцев осенью 14-го. Вместе с Фаина и Манджурским. Саженца сажал на холмы. Ура. Теперь смотрите. Фаина, к сожалению, на второй год погибла. Но пока мы будем... Будем это пока набытаем на ус. А поговорим об этом позже. Почему? Это очень важно. Академики Манджурец первый год дают плоды. Также заказывал кошки Серафима, Амора, Курдюмова и Манджурского гибрида. К сожалению, все перемешалось на грядке. И выжили, как я понимаю, в основном, Амора, Курдюмова и Манджурсия, Аморы. Мне это... Ой, как вас зовут? Нет, Илья. Значит, жизнь покажет. Кто выжил, кто нет. Вот у вас в Казани хоть Академии, хоть кто угодно, может, и из косточки плодоносит. Так. Теперь так. Также сажал кошки Сливокитайки и Сувенир Востока. Посадки проводил весной 15-го. Сливы зашли через год после того, как я грядку перекопал. Так, мотаем на уст. Сливы зашли через год. Я... Это моя уже фраза. Железовская. Ни черта мы не знаем. Вы понимаете, что когда все делают, как обычно, Сергей Валерьевич Железов, вот, и у него сливы не сходят. Хорошо всегда есть запасы. То есть второгодники есть. Не взошли. А взошли годы позже. Я вот сижу и говорю, что же это такое? Ну, хорошо, бывает, сходят 10%. Ну, сходят 20%. Сходят обычно 50%, 70%, 90%. Почему ни одна не взошла? Как у Железова не взошла ни одна? А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А все сделано как обычно. И вот я думаю, существует какой-то фактор, который мы не знаем, не подозреваем. Для меня любая косточка имеет связь с космосом. Это уже, я уже сто раз убеждался, потому что я говорю, что это истина. Вопрос связи она имеет. А мы что от этого имеем? Не всхожесть? Где-то на небе поступила команда. Не всходить. Что-то не то. Ну, и не взошли. Проходит год. Здрасте. Все прекрасно. Все взошло. Они же те самые. Значит, были живые? Живые. А раз живые, почему не взошли? Удачно. Это продолжаю. Это же письмо. Илье. Удачно получилось привычное в Нервостоке на Китайку. Правда, позор еще не было. Будут привычки абрикоса так и не получились. Вот это обидно. Делал и вращепки, и устойка полировка, и кополировка. Привые не проживаются. Хотя сливы, вишни, яблони и груши у меня получается проливаются 100% влитарно. Это как понимать? Дело в том, что я когда учу, я учу усредненно. Берете черенок сливы, абрикоса, перец, кого угодно. Я учу всегда одинаково. Потому что самое главное условие выдержать. Вот это вот. Вот. То есть это искусство даже не ювелера, а плотника столера. Ну что ж, получается плохо по этому, Илья. Но все равно гуссоциат у вас есть. Как так и не понял, в чем дело. Ну и знаете как? У меня тоже не всегда бывает. То есть средство делал, замочил его. Я бы его даже а так делал. Потому что лень бежать за водой. Ну когда какие-то штучные какие-то изделия. Вот. А за водой эти лень. Я бы вот так делал. И это. У меня проживает. Попробуйте. Извините за этот. Антисанитарию. Но хочется, чтобы у вас получилось. Представляем себе, проходит год. Или вы говорите. Может быть вы и не смачивали. Я уже как? Где-то же учеба. Мы с вами рассуждаем. Если учитель, то добрый. Я просто подсказываю. Не ругаю. Вот. А может быть вы. Не стояла рядом с вами кружка с этим. С водой. Может быть подслащенная. Или там. Я все варианты не пробовал. Там кто-то говорит. Мед добавляет. Кто-то говорит. Сахар. Кто-то еще. Там что-то, что угодно. У меня всю жизнь. Вот вы знаете. Ну, вспомни и тоже забуду. А почему вы в чай не попробуете? А почему вы в кофе? Ну, может быть результат будет лучше. Но я этого не знаю. Я как только плевать. Я сразу забываю. И до сих пор в голове сидит. А почему не с кофе-раствором? С кофейным напитком? Почему не с сахаром? Вот с сахаром это я проверял. Вот у меня еще так получается. Что с сахаром, что без сахара. Вот. Просто пока. И вот я в отчаянии предлагал последний. Смотрите. Срез сделали. Я так. А потом в следующий год вы мне... Да какой следующий год? Через два месяца, через три вы мне уже читаетесь. Вдруг после этого пойдет. Вот. Это серьезно. Да, антисанитария. Ну что, мы можем руки помыть перед тем, как слизывать. Пойдем дальше. На фото две китайки. Одна персикового цвета, другая желтая. Потом манчжурский гибридный абрикос. И абрикос какого-то сорта. Тоже из-за сорти Валерия Жильзо. Цвет уже после первого плода. К сожалению, больше фотографий в этом году не делал. Это плохо. Это выговор. Но пока без занесения. На участке глина. Внимание. Когда слово глина, у меня сразу шерсть дымом. Я вспоминаю тех, кому не повезло растить на глине. Итак. Поэтому все равно копаем весной. Ямы до песка. Сейчас начинается самое главное. Итак. До песка. Где-то метр глубиной. Ого-го. Засыпаю смесью. Вот это вот я подчеркнул. Это начинается уже тяжелый разговор. Вот. Гражданин Илья. Посыпаю смесью своей верховой земли. Ладно. Песка. Ну ладно. Ведро торфа и перегною. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Делаю холмы. Пересажу сальцы все весной. А что это самое? Ну ладно весной. Когда ямно сядет. Я пишу. Не от этого ли погибло хпаина? Вот это вот страшная вещь. Поверьте мне. Это страшная вещь. Вот это вот. Как вы вроде бы. Раз у меня покупали. Значит должны были делать по моей технологии. По принципу спиро делаю. Потом думаю. Ведро торфа и перегною. Страшная вещь. Посадочная ямно. Жуткая. Страшная. Вот. Тут я пишу. Не от этого ли погибло хпаина? Тихо. Тихо. Удачи.